Узкие коридоры, темные и тесные раздевалки для танцоров. В таких условиях вот уже 18 лет работает Севастопольский академический театр танца имени Вадима Альбертовича Елизарова. Они делят помещение Дворца детского и юношеского творчества. О собственном здании коллектив театра танца мечтал давно. Были разные варианты. Были варианты рассмотрения реконструкции кинотеатра России. И было предложение реконструкции кинотеатра «Океан». Это на объездной, где поворот на Казачью бухту, там строительство. Реконструкция кинотеатра под строительство театра. Встретився новых зданий для театра юного зрителя и театра танца правительству Севастополя поручил президент Владимир Путин по итогам рабочей поездки в августе этого года. Александр Елизаров рассказывает, в техническом задании описано, каким видят свой будущий театральный дом артисты. Конечно, хореографический театр – это в первую очередь большая сцена. То есть сцена должна быть минимум 14 метров зеркала сцены, 14 метров глубина сцены. Значит, мы бы хотели, чтобы это был уникальный зал-трансформер, чтобы не только хореографические спектакли проходили на этой сцене, но и по аналогии с концертным залом «Россия» портер мог трансформироваться на уровне планшета сцены в единую большую площадку, на которой могли бы проходить всевозможные балы, всевозможные конкурсы бального танца. Директор Севастопольского академического театра танца имени Вадима Альбертовича Елизарова говорит, что будущий зал рассчитан на 750 зрительских мест. Если задумка с трансформером удастся, то на время конкурса в портер станет сценой, а для зрителей сохранится 300 посадочных мест. Конечно, необходима хореографическая школа-студия. То есть это минимум 3-4 репетиционных зала, где мы могли бы воспитывать и растить кадры непосредственно в свой театр. 7 ноября начальник главного управления культуры Ирина Демидова рассказала, что для новых зданий театров создадут отдельную площадь. Этот участок, который располагается перед центром «Усон», может быть использован для постройки двух театров. Там будут располагаться, как мы себе понимаем, площадь театральная, на ней будет развита инфраструктура как транспортная, так и все, что связано с деятельностью для театра. И там разместятся два наших театра. Александр Елизаров, в свою очередь, отметил, что при грамотном планировании территория может стать туристическим магнитом. Я надеюсь, что серьезные компании архитектурные зайдут на эти контракты и действительно это станет таким определенным большим культурным сдвигом. Ну, это, конечно, все очень вдохновляет, окрыляет и будем надеяться, что... Ну, хотелось бы к 20-летию. То есть сейчас театр 18-й год. Вообще сроки реализации проекта до 22-го года. Ну, конечно, на 20-летие получить такой подарок было бы здорово. Если реализации проекта ничто не помешает, то через несколько лет на месте этого пустыря появится первая в нашем городе театральная площадь. Место романтических встреч, которого так не хватает Севастополю. Дарья Юхновская, Дмитрий Фомин, Владимир Бойко, Севен Форумбюро.